Друзья, всем привет! С вами компания RDM IMPORT и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписались, рекомендуем это сделать, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзора на машины, но не только в формате тест-драйвов, а еще и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре вы, пожалуй, не услышите про огромное количество неисправностей и болячек, поскольку автомобиль, про который пойдет речь, еще достаточно свежий и статистика неисправностей по таким машинам банально не накоплена. Да и по большому счету, если обобщить опыт владельцев подобных автомобилей, не слишком-то часто они досаждают проблемами. Если вы смотрите для себя беспробеговый автомобиль формата универсал, при этом год выпуска для вас принципиален и желательно машину посвежее, на этот автомобиль вы, скорее всего, точно будете обращать внимание при выборе. Его предшественник, сделанный на базе второго фита Fit Shuttle, разошелся по территории нашей страны в том числе, в поддержанном, конечно же, виде огромным тиражом, и зарекомендовал себя как надежный, добротный автомобиль. Ну а сегодня речь пойдет про его преемника. Встречайте, Honda Shuttle. Просто Shuttle. Этот автомобиль был построен на базе Honda Fit, однако, в отличие от предыдущего поколения, само слово Fit исчезло из названия, и в данном случае мы говорим о втором поколении именно Honda Shuttle. Автомобили эти появились в 2015 году и продолжали выпускаться практически по настоящее время. Производство данной модели свернули в 22-м. При этом в 2019 году машину подвергли рестайлингу, в ходе которого слегка обновили внешность. Что касается линейки агрегатов, здесь она была отнюдь не обширная. Эту машину вы могли купить как в варианте с обычным бензиновым двигателем на 1,5 литра рабочего объема и 132 лошадиные силы, так и в варианте гибридном. Тогда 1,5 литровый мотор выдавал всего 110 лошадиных сил. Коробка передач в случае с обычным бензиновым вариантом будет вариаторная, привод передний либо полный. Ну а в составе гибридной установки будет работать в данном случае роботизированная коробка передач на 7 ступеней. Покупатели гибридных шаттлов также могли выбирать из двух типов привода, передний либо полный. Наш сегодняшний экземпляр 2017 года выпуска под капотом 1,5 на 132 лошадиные силы, передний привод и вариаторная коробка передач. По своим габаритам Honda Shuttle это довольно-таки среднеразмерный городской универсал. Длина 4 метра 40 сантиметров, ширина 1,69 метра, а высота 1,53 метра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то при осмотре подобного автомобиля с толщиномером имейте в виду, что родной окрас у японцев для внутреннего рынка, как правило, лежит в диапазоне от 80-90 до 120-130 микрон. Ну а по части коррозии общее правило следующее. Если вы смотрите автомобиль без пробега по России, который только что приехал из Японии и речь идет о полноприводных вариантах, повышенное внимание осмотра на подъемнике. Большая часть полноприводных автомобилей так или иначе имели хождение на северных территориях Японии, где реагенты в зимний период используются и используются достаточно широко. По разговору про универсал, конечно же, стоит начинать с осмотра багажника, а в данном случае у Хонды Шаттл он весьма немаленький. Начнем, пожалуй, с проема. По своей широкой части проем багажного отделения это около 104 сантиметров в ширину. Высота же багажника порядка 84 сантиметров, что побольше, чем у конкурента из Тойоты, Филдера третьей генерации. Длина багажного отсека при поднятых задних сидениях это 95 сантиметров, вполне достойная цифра, а вот ширина здесь будет не одинаковая. Достаточно короткое пространство в 143 сантиметра доступно лишь до задних арок, а узкая часть багажного отделения это порядка 96 сантиметров. Если же вам нужно увеличить объем багажника, вы можете сложить спинки заднего сидения. Причем, если конкуренты из Тойоты предусмотрели механизм дистанционного складывания в виде ручек по бокам багажника, то в данном случае ничего подобного мы не видим. И, чтобы сложить сидение, придется до него дотянуться. Зато, сложив сидение, вы получите в данном случае абсолютно ровный пол. И при использовании, например, матраса вы легко можете здесь даже спать. Что, собственно, и отражает смысл Хонды Шаттл как машины для путешествий. Что касается длины перевозимого груза при сложенных спинках заднего сидения, длина багажника увеличивается до 182 сантиметров. Ну, а максимально длинный груз, который вы можете провести здесь при условии, что вы сможете просунуть его в проем между передними креслами, это 2 метра 50 сантиметров. Что, согласитесь, весьма немало. Что касается каких-то интересных фишек в багажнике Шаттла, то их здесь на самом деле практически-то и нет. Если не считать за таковую дополнительный плафон освещения и петли для крепления багажной сетки. Фальшпол в данном случае разделен на 4 независимые секции. Причем, в отличие, например, от большинства универсалов, в данном случае секции эти имеют фиксаторы в виде защелок, а не липучек. В данном случае мы имеем достаточно глубокое подполье в виде двух отдельных отсеков. Здесь у нас также дополнительная емкость, куда можно что-то сложить. И внизу располагается набор инструмента. Это баллонник, петля, герметик, а также компрессор. Никакого запасного колеса даже в виде докатки на этом автомобиле производитель не предусмотрел. Сам домкрат, кстати говоря, располагается за декоративной крышкой на заднем борту багажного отсека. Ну и сбоку, слева и справа есть также два очень мелких отсека для мелочевки. Ну а теперь переместимся в салон Honda Shuttle. Первое, что бросается в глаза по сравнению с предыдущей генерацией Fit Shuttle, это некая возросшая массивность всего, что у вас здесь окружает. Начиная от приборной панели и заканчивая передними стойками. Вряд ли они здесь стали сильно шире, чем на предыдущей генерации, но во всяком случае чисто субъективное впечатление именно такое. Сидеть, кстати, удобно. Боковая поддержка на сиденьях в данном случае довольно явно выражена. Особенно это касается спинки. Вы прямо-таки ощущаете фиксацию корпуса при поворотах. Рулевое колесо имеет регулировку, причем как продольную, так и по наклону. В данном конкретном случае диапазон этой регулировки более чем достаточен для того, чтобы за рулем Honda Shuttle разместился человек практически любой комплекции. И в какой-то степени можно сказать, что наличие подобного диапазона регулировки руля это камень в огород Toyota с ее филдером третьего поколения. Кресло в нашем случае также имеет регулировку как по высоте, так и по длине. Причем диапазон этой регулировки также весьма-весьма огромный. То есть, в принципе, человеку любого роста, любой комплекции за рулем будет сидеть удобно. В целом, при росте 1,86 м подобрать нормальную посадку за рулем Honda Shuttle мне удалось достаточно быстро. Комплектация в нашем случае далеко не самая максимальная. Это видно по пустому рулю и самому обычному ключу зажигания. В нашем случае авторежим имеет только водительский стеклоподъемник. Здесь есть система стабилизации и автоматическое складывание зеркал. Также система старт-стоп, ну и кнопка активации эко-режима. На этом, пожалуй, все. Дополнительно оживляет интерьер при включенном зажигании экран климат-контроля, который здесь полностью сенсорный. Физических кнопок нет. Выглядит довольно оригинально и в целом удобно в использовании. Что касается разного рода ниш и бардачков, у нас есть небольшая полочка перед селектором коробки передач, куда можно положить, например, мобильный телефон. Есть узкая ниша не вполне понятного предназначения справа на приборной панели. Собственно, бардачок в нашем случае достаточно объемный по легковым меркам. И есть бокс в центральном подлокотнике. Также к услугам водителя и пассажира спереди. Отформованный под две бутылки, либо под два больших стакана подстаканник. Что касается заднего сидения, я в данном случае размещаюсь сам за собой. И если в 160-м филдере при этом я уже контачил коленями с спинкой переднего сидения, здесь до сидушки еще остается достаточно неплохой запас. В целом, запас пространства здесь также побольше, чем в Тойоте. Сказывается большая высота кузова. Само сидение заднее также у нас отформовано под двух сидоков. Хотя третий человек здесь также разместится. Но, правда, не с очень большим комфортом. Все же сказывается обычная легковая ширина. Подлокотника в нашей комплектации нет. Зато спинку заднего сидения вы можете слегка скорректировать по наклону. Более вертикальное или чуть в более пологое положение. Под правую руку у пассажиров будет, соответственно, подлокотник в дверной карте. Но вот, собственно, и все удобства. Более в данном случае наша комплектация ничем вас не побалует. Как уже упоминалось в начале ролика, вариантов двигателей на данных автомобилях было всего два. И оба полуторалитровые. Базовый бензиновый агрегат носил индекс L15B. Это новое поколение двигателей Honda, представляющее собой по конфигурации рядную алюминиевую четверку с двумя верхними распредвалами. Присутствует фазовращатель IFTEC, привод ГРМ цепной. Ну и по большому счету L15B это все еще достаточно простой и надежный двигатель. Из особенностей которого можно отметить разве что отсутствие гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Поэтому клапанные зазоры придется регулировать вручную. Регламент производителя 50 тысяч километров пробега. Правда к чести Хонды нужно отметить что для регулировки зазоров клапанов вам не придется покупать толкатели либо шайбы. Все выполняется просто инструментом. И по сути дела данная процедура потребует от вас лишь замены прокладки клапанной крышки. Определить что пришло время подрегулировать зазоры вы сможете по характерному звуку работы мотора. Двигатель этот выдает 132 лошадиные силы и 155 ньютон метров крутящего момента. В целом для данного автомобиля этого достаточно. С учетом весьма приятных цифр расхода топлива, который в городском цикле у вас вряд ли превысит 7 литров на 100 километров пути. Двигатели эти сами по себе еще достаточно свежие и не успели отметиться каким-либо большим количеством неприятностей, которые они приносят своим владельцам. Но исходя из опыта эксплуатации предыдущего поколения моторов или 15А на старых Хондах Фрид либо тех же самых Фитах, можно сказать, что скорее всего проблем эти силовые установки своим владельцам приносить не будут. По крайней мере в первые 300 тысяч километров пробега. Кстати говоря, это касается и цепи ГРМ, которая в данном случае на протяжении всего срока службы двигателя замены не требует. Что касается гибридной версии, то ее основное отличие скрывается в коробке передач. Если на обычном бензиновом автомобиле стоит простой вариатор, к которым все давным-давно привыкли и который не сулит каких-либо подводных камней при эксплуатации, самое главное меняйте масло вовремя и будет вам счастье. Тем более, что вариаторы у компании Хонда всегда получались весьма удачными. А вот на гибридных автомобилях установлена другая коробка передач, которую сама Хонда именует i10. По сути дела, эта трансмиссия представляет собой роботизированную коробку на 7 ступеней. По своему наполнению, данная коробка не вызывает нареканий с точки зрения надежности, что можно поломать в обычной механике, если разобраться. Но к ее особенностям относится наличие электродвигателя с одной стороны и корзины с двумя сцеплениями с другой. И вот как раз с механизмом сцепления в данном случае и связана основная проблема, с которой так или иначе сталкиваются владельцы подобных машин. Проблема эта кроется в подшипниках, а именно в смазке, которая в них набита. К большим пробегам смазка эта высыхает, подшипник начинает работать уже, условно говоря, на сухую, появляется неприятный посторонний звук в виде свиста, писка и так далее. И в конце концов, все это дело, будучи запущенным, может в принципе привести вас к замене весьма недешевого и, что более неприятно, редкого комплекта сцепления. Вернее, сцеплений. Во избежание проблем на пробегах свыше 130 тысяч километров на этих автомобилях лучше подшипники обслуживать, обновляя в них смазку. Процедура эта не сказать, что достаточно бюджетная или простая, но тем не менее это дешевле, чем менять вышедшие из строя подшипники и тем более, чем впоследствии менять вышедшую из строя коробку. Кстати говоря, основным отличием и преимуществом роботизированной коробки передач на Хонде, в отличие от тех же самых роботизированных коробок на Фольксвагенах или Шкодах, является следующая особенность. Эта трансмиссия для езды в ползущем режиме, то есть в пробочном, использует электродвигатель, то есть она не жжет и не изнашивает в этот момент сцепления. Поэтому данная трансмиссия не столь чувствительна к режиму эксплуатации городской трассовой, как это могут демонстрировать коробки передач от европейских производителей. Но если вы купили и эксплуатируете подобный автомобиль, помните о том, что в данном случае маслом в коробке еще дополнительно охлаждается сам электромотор. Поэтому масло необходимо менять достаточно часто, где-то раз в 50 тысяч километров пробега, практически как на вариаторах. По поводу подвески Хонды Шаттл говорить особо на самом деле и нечего. С точки зрения конструктива подвеска очень простая. Спереди в данном случае у нас используется Макферсон, передние рычаги имеют официально несъемные шаровые, которые должны меняться вместе с рычагом. Доступ к стабилизатору поперечной устойчивости в целом более или менее нормальный, то есть поменять те же самые втулки здесь вы скорее всего сможете без демонтажа подрамника, в отличие от конкурента из Тойоты. Кроме того, рулевая рейка в данном случае электрическая, проблем с ее протечкой, соответственно никаких у вас не будет, как не будет проблем и с магистралями гидроусилителя в связи с отсутствием оного на борту. Ну а вопросов по ресурсу рейки на этих автомобилях пока у большинства владельцев не возникало, даже на достаточно больших пробегах. Кроме того, по опыту эксплуатации фитов предыдущей генерации, первые замены по этой ходовой части начнутся никак не раньше пробега в 100-150 тысяч километров. Причем, как правило, касаются они откровенных расходников, таких как, например, рулевые наконечники, рулевые тяги. А вот что касается дорожного просвета, на самом деле здесь ситуация достаточно интересная. Официально каталожный клиренс этого автомобиля 130 миллиметров. Однако, если брать, например, расстояние от земли до брызговичка за передним колесом, то мы насчитаем порядка 16 сантиметров. Самая низшая точка в данном случае это пластиковая защита. Вот она вполне может висеть на отметке 13. Однако, даже резиновый брызговик под передним бампером в данном случае отстоит от асфальта на цифру большую этой каталожной отметки. Так что, в целом, клиренс шаттла можно признать стандартным легковым. Ну, а что касается задней подвески, в данном случае у нас передний привод и сзади самая обычная балка. Как показывает практика, сайлентблоки балки на хондах, причем касается-то любых моделей, спокойно отрабатывают под 300 тысяч километров пробега и какого-либо вмешательства не требуют. Единственное, что стоит отметить, в нашей комплектации у шаттла сзади барабанные тормоза. Поэтому, если вы покупаете подобный автомобиль с пробегом порядка 120-150 тысяч, будьте готовы в случае чего обновить колодки в задних барабанах. На этом наш недлинный обзор подошел к своему логическому завершению. Надеемся, у вас появилось впечатление о том, что собой представляет этот автомобиль. Ну, а если вас заинтересовал конкретный шаттл на нашем подъемнике, есть шанс, что к моменту выхода видео эта машина все еще будет находиться в продаже в нашем автосалоне в городе Новосибирске. Уточнить всю интересующую вас дополнительную информацию по автомобилю, включая цену, вы можете, воспользовавшись контактами в описании под видео. Также, если у вас был или есть шаттл этой генерации, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть с чем нас дополнить, в чем нас поправить, обязательно укажите в комментариях. Ведь людям, выбирающим себе подобную машину, ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. На сегодня это все. Спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока!